Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание номер 1380. Нужно найти значение выражения. Пункт А. 0,24 деленное на 4 плюс 15,3 деленное на 5 плюс 12,4 деленное на 8 и плюс 0,15 деленное на 30. Для начала нужно определиться с порядком выполнения действий. На странице 93 есть 15-й пункт учебника, который так и называется «Порядок выполнения действий». В нем подробно объясняется, какие действия относятся к первой ступени, какие действия относятся ко второй ступени. Так вот, действия второй ступени выполняются в первую очередь, к ним относятся деление и умножение, а к действиям первой ступени относятся сложение, и вычитание они выполняются во второй очередь. То есть сначала мы должны выполнить все действия деления в этом примере, а потом уже только сложения. Расставим порядок действий. Первое действие, второе действие, третье действие, четвертое действие. Дальше выполняем сложения. Пятое действие, шестое и седьмое. Выполним первое действие. Нужно разделить 0,24 на 4. Деление. Начинаем с целой части, целая часть – 0. Значит, и в частном у нас будет 0 целых. Ставим запятую. Следующая цифра после нуля – двойка, тоже меньше, чем 4. Ставим еще один 0 в частном и уже переходим к рассмотрению числа 24. Берем по 6. 6 на 4 – 24. 24 минус 24 – 0. В первом действии у нас получилось 0,06. Второе действие. 15,3 нужно разделить на 5. Целая часть у нас 15. Берем по 3. 3 на 5 – 15. 15 минус 15 – 0. Тройку сносим. Тройку, которую мы снесли, шла уже после запятой, значит, и в частном мы должны поставить запятую. 3 меньше, чем 5, значит, в частном добавляем еще один 0. После тройки в десятичной дроби тоже можно добавить 0 и его снести. Теперь мы делим 30 на 5. Берем по 6. 6 на 5 – и будет как раз 30. 30 минус 30 – 0. Во втором действии у нас получилось 3,06. Третье действие у нас тоже деление. 12,4 нужно разделить на 8. Целая часть 12. Берем по одному. 1 на 8 – 8. 12 минус 8 – 4. Четверку сносим. Четверка у нас уже после запятой, значит, в частном мы ставим запятую. Берем по 5. 5 на 8 – 40. 4 минус 40 – 4. Добавляем 0 в десятичной дроби и его сносим. 40 на 8. Опять берем по 5. 5 на 8 – 40. 40 минус 40 – 0. В третьем действии у нас получился 1,55. Четвертое действие. 0,15. Нужно разделить на 30. 0 целых. Значит, в частном 0 целых. Ставим запятую. Следующая цифра после 0 – единица. Меньше, чем 30. В частном ставим 0. Следующее число, которое мы рассматриваем, это 15. Опять меньше, чем 30. В частном опять добавляем 0. Дописываем 0. И делим уже 150 на 30. Берем по 5. 5 на 30. Как раз и будет 150. 150 минус 150. 0. В четвертом действии, в последнем действии деления у нас получилось 0,005. Пятое действие – это сложение. Нужно сложить результат первого действия и второго действия. В первом действии у нас получилось 0,06. Вот оно у нас, это число. В втором действии – 3,06. Количество знаков подлить запятой в этих десятичных дробях одинаковое. Можно запятую написать под запятой и выполнить сложение в столбик. 6 плюс 6 – 12, 2 пишем. 1 в уме – 0 плюс 0, 0. 1 в уме – 1. 0 с запятой сносим. 0 плюс 3 – 3. В пятом действии у нас получилось 3,12. Шестое действие. В шестом действие мы складываем результат пятого действия. То есть вот этого вот всего выражения. И результат третьего действия. Результат третьего действия у нас вот здесь. То есть нужно сложить 3,12 плюс 1,55. Выполним сложение в столбикам. Запятую пишем под запятой. 5 плюс 2 – 7, 5 плюс 1 – 6, и 3 плюс 1 – 4. В шестом действии у нас получилось 4,67. И последнее действие, седьмое. Нужно сложить результат шестого действия с результатом четвертого действия. То есть в четвертом действии у нас получилось вот такое число. То есть 4,67 нужно прибавить 0,005. В общем-то можно и посчитать и устно это выражение, но можно и записать в столбик. Запятая у нас должна оказаться обязательно под запятой. И в первой дроби дописываем 0. 5, 7, 6, запятую сносим, и 4. Получилось 4,675. Значит, наш ответ, значение всего нашего выражения – 4,675. Разберемся с пунктом В. 1,24 плюс 3,56 – это все деленное на 16. В этом выражении у нас содержатся скобки. Действия в скобках всегда выполняются в первую очередь, а потом все остальные действия. То есть здесь в скобках сложение у нас будет выполняться первым. Второе действие – это действие деления. Выполним сложение. Запишем сразу наш пример. Столбик с запятой пишем. Вот запятой. 4 плюс 6 – это 10. 0 пишем, 1 в уме. 2 плюс 5 – это 7. 1 в уме – это 8. Запятую сносим. 1 плюс 3 – это 4. 0. Вот этот в конце десятичной дроби можно не писать. Значит, наш ответ – 4,8. Второе действие – нужно разделить результат первого действия, то есть 4,8 на 16. 4 меньше чем 16, целая часть. Значит, в частном будет 0 целых. Ставим запятую. Теперь нужно разделить 48 на 16. Берем по 3. 3 на 6 – это 18. 8 пишем и 1 в уме. 1 на 3. 3 и 1 в уме – это 4. 48 на 48 – это 0. Значит, наш ответ – 0,3. Пункт В. 2,28 плюс 3,72, деленное на 12. В этом выражении нет никаких скобок. Значит, в первую очередь нужно выполнить деление, и во вторую очередь – сложение. Первое действие – 3,72. Делим на 12. Целая часть 3 меньше чем 12, значит, у нас будет 0 целых. Дальше переходим к делению числа 37 на 12. Берем по 3. 3 на 12 – это 36. 37 минус 36 – это 1. И 2 сносим. Берем по 1. 1 на 1 – это 12. 12 минус 12 – это 0. В первом действии у нас получилось 0,31. Второе действие. Нужно сложить результат первого действия и число 2,28. Сразу запишем. Все, столбик. И выполним положение. Запятую обязательно пишем под запятой. 9 плюс 8, плюс 1, то есть будет 9. 2 плюс 3 – 5. Запятую сносим. И 2. То есть наш ответ – 2,69. И последний пункт. Пункт Г. 3,6 плюс 2,4, деленное на 11,7 минус 3,7. В первую очередь выполняется действие в скобках, то есть почитание. Дальше, во вторую очередь, выполняется деление. И последнее будет выполняться сложение. Первое действие. Вычитание из 11,7 нужно вычесть 3,7. 7 минус 7 – 0, запятую снесли. 11 минус 3 – 8. В первом действии у нас получилось число натуральное 8, потому что 0 после запятой можно не писать. Вторым действием у нас выполняется деление. 2,4 нужно разделить на результат первого действия, то есть на 8. Здесь у нас 2, целая часть. Значит, в частном будет 0, так как 2 меньше 8. Дальше делим 24 на 8, берем по 3. 3 на 8 – 24. 24 плюс 24 – 0. В втором действии мы получили 0,3. И последнее действие, третье, нужно сложить 3,6. Результаты второго действия, то есть 0,3 нужно прибавить. 6 плюс 3 – 9, запятую сносим. И 3 плюс 0 – 3. Значит, ответ наш 3,9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Пока.